У книжных магазинов «Читай, город» и «Республика» новые управленцы. Литературные премии подвели финальные итоги. Книготорговцы назвали самые популярные книги в 2021 году. По романам Бакмана и Свечина снимут экранизации. А издательство «Попкорн Букс» заплатит 5000 новым авторам. Обо всем по порядку. Декабрь подходит к концу, а значит пришло время рассказать о главных новостях литературы в этом месяце. Тем более, что большинство из них связано с итогами года. В «Читай, городе» назначен новый гендиректор. Крупнейшая сеть России «Читай, город» Буквоед впервые в своей истории сменила генерального директора. Место ее основателя Михаила Иванцова, который руководил сетью последние 29 лет, занял финансовый директор Дмитрий Репин. Предположительно, Иванцов покинул пост, потому что в прошлом году перестал быть одним из совладельцев. Ему принадлежало 24% акций, его долю и 31% Андрея Гридасова выкупил президент и контролирующий акционер издательской группы «Эксмо.Эстэ» Олег Новиков, которому теперь принадлежат 87%. Дмитрий Репин работал в компании с 2008 года, а в 2018-го занимал должность гендиректора Буквоеда. Пожалуй, на фоне затянувшегося кризиса в книжной рознице, связанного с антиковидными ограничениями, назначение на должность гендиректора-финансиста – рациональное решение. Приоритетом нового руководителя останется наращивание сети до 1000 магазинов и развитие интернет-продаж. У республики новый владелец. Раннюю сеть принадлежала бизнесмену Вадиму Дымову. Не выдержав пандемию в 2020 году, сеть книжных магазинов республика сначала задерживала выплаты поставщикам, потом закрывала точки продаж и в итоге, обанкротившись, раздавала магазины в хорошие руки. Теперь у сети новый владелец. Им стал казахстанский бизнесмен, основатель холдинга «Меломан» со схожими по формату книжными магазинами Игорь Дереглазов. По данным Forbes Казахстан, Игорь Дереглазов и его младший брат Александр числятся в списке 50 самых влиятельных людей страны. В пандемию республика сократилась в 4 раза. С новым владельцем сеть планирует вернуть себе былое величие, расширив присутствие в Москве и в других городах. В ближайших планах открытие в феврале нового магазина в проекте «Суперметалл» — это новый культурный кластер недалеко от метро Бауманская — и точки продаж в Сочи. Планирует ли республика возвращаться в Петербург? Пока неизвестно. Издательство «Попкорн Букс» и «Вебзин Аутовирус» объявили сбор автофикшн-рассказов в сборник, который выйдет в издательство в следующем году. Цель сборника — собрать автофикшн-рассказы об индивидуальном опыте, травме, памяти, утверждению своей цен и сопротивлению норме. К участию в Open Call принимаются ранее неопубликованные тексты в жанре автофикшн. Для ориентира авторам предлагают почитать книги «Нью-Йоркский обход Александра Стесина», «Рана Оксаны Восякиной», «Памяти памяти» Марии Степновой и «Оды радости» Валерии Пустовой. Гонорар авторам, чьи тексты войдут в сборник, составит 5000 рублей. По романам Николая Свечина снимут мини-сериал и художественный фильм. Медиагруппа «Красный квадрат» подписала с автором соглашение об экранизации его исторических романов об Алексея Лыкове «Заперти» и «Кубанский огонь». Подробности пока не раскрывают. Сериал по роману «Тревожные люди» Фредерика Бакмана стартует на Netflix в конце декабря. По сюжету, в маленьком шведском городке накануне Нового года, после неудачной попытки ограбить банк, вооруженный преступник захватывает 8 заложников. Потом преступник исчезает, а полиция начинает допрашивать потерпевших. Книга Бакмана – это напоминание о том, что у каждого из нас за плечами есть свой мешочек боли, который мы таскаем всюду с собой и не знаем, куда пристроить. Сценаристом сериала «Тревожные люди» лично выступил сам автор, а все шесть эпизодов поставил шведский режиссер и продюсер Феликс Хернгрен, известный проектом «Столетний старик». Большая книга «Русский детектив», «Премия читателя» и «Новые горизонты» назвали победителей 2021 года. Леонид Юзифович получил большую книгу за роман «Фил Элин» – исторический роман, состоящий из дневников и писем, через который автор рассказывает о первом в истории опыте интернациональной помощи в борьбе за независимость Греции от Османской империи. Второе место у Майи Кучерской с книгой Лесков «Празеванный гений» из серии «Жизнь замечательных людей», а третье у Виктора Ремезова с романом «Вечная мерзлота». Книгой о сталинских стройках и судьбе человека на фоне большой истории. Писатель Николай Свечин стал лауреатом премии «Русский детектив» сразу в двух номинациях. Премия «Русский детектив» вручается второй раз за произведение детективного и остро-сюжетного жанра. Писатель Николай Свечин получил награду сразу в двух номинациях – «Детектив года» с романом «Заперти» и «Автор года» с романом «Кубанский огонь». За вклад в развитие детективного жанра награду вручили российской писательнице, автору исторических романов Полине Дашковой. Ее книги переведены на немецкий, французский, венгерский, испанский, китайский, датский, польский языки и изданы тиражом более 10 миллионов экземпляров. В номинации «Открытие года» лауреатом стал Александр Руш с книгой «Зов полярной звезды», а в номинации «Дебют года» Владимир Евменов с книгой «Охота на вепре». В номинации «Детский детектив» победа досталась Юлии Венедиктовой, а в специальной номинации «Выбор читателя» победу одержала Александра Маринина. А в номинации «Иностранный детектив» победа у национального бестселлера Испании книга «Жало белого города». Лауреаты премии «Русский детектив» получат памятные статуэтки и наградные дипломы, а победитель в номинации «Дебют года» пополнит портфель издательства «Эксмо». Премию читателя вручили Максиму Замшеву, Павлу Басинскому и Екатерине Барбаняге. Премия читателя подвела итоги шестого сезона, и в этом году впервые награду вручали в двух номинациях за художественное и нон-фикшн произведение. Особенность премии в том, что кроме экспертной оценки учитывается реальный читательский спрос, а финальное решение остается за библиотечным читателем. Победителем в номинации «Художественная литература» признали книгу «Концертмейстер» Максима Замшева, а в номинации «Нон-фикшн» победили Павел Басинский и Екатерина Барбаняга с книгой «Соня, уйди». Рагим Джафаров с романом «Сато» получил премию «Новые горизонты». Премия «Новые горизонты» ежегодно вручается за художественное произведение фантастического жанра. Сюжет книги «Победителя» строится вокруг истории пятилетнего мальчика, который вдруг начинает утверждать, что он контр-адмирал Сато. А психологу предстоит разобраться, у парня действительно расстройство личности или все это правда. Также в ходе церемонии прошел кинопитчинг, жюри которого писатель и сценарист Иван Наумов, директор по маркетингу студии Yellow Black White Александр Ильин и актриса, член Союза космонавтов Алена Мордовина, выбрали книгу, наиболее подходящую для экранизации. Ей стал роман-дилогия Кирилла Фокина «Жизнь Лернуавельца, смерть Лернуавельца». А теперь к итогам 2021 года. Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс традиционно подвел свои книжные итоги 2021 года. Из выбранных бизнесменом книг на русский язык переведены три произведения. «Клара и Солнце», «Кадзо» и «Сигура». Гейтс уверен, что эта книга об андроиде-помощнике, будущее которого зависит от его хозяина, заставит задуматься о том, каким будет человечество с умными машинами и как люди будут к ним относиться. «Хамнет» Мэгги О'Фаррель. По мнению миллиардера, если вы поклонник Шекспира, вам понравится этот роман о том, как личная жизнь автора могла повлиять на написание одной из главных его пьес «Гамлет». Фантастическая история о жизни учителя естествознания, проснувшемся в другой звездной системе и не помня, как он туда попал. Основная часть книги рассказывает о том, как с помощью знаний науки и техники герой пытается спасти свое положение. «A Thousand Brains» Джефф Хокинс. Книга еще не вышла на русском языке. В ней нейробиолог представляет свою теорию о работе мозга и искусственного интеллекта. «Взломщик кода» Уолтер Айзексон. Книга также пока не представлена в русскоизвечной версии. Главный редактор «Тайм», автор биографии Стива Джобса и Альберта Эйнштейна, пишет об американском биохимике и лауреате Нобелевской премии по химии Дженнифер Дудни. Крупнейшие книготорговые компании России представили всероссийский книжный рейтинг за 2021 год. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин, генеральный директор компании «Литрес» Сергей Анурьев, коммерческий директор «Озон» Иван Мельников и руководитель отдела общественных связей и социальных проектов сети «Читай город» Елена Абрамова рассказали о самых популярных у россиян книгах в уходящем году. В тренде по-прежнему остается нонфикшн. Больше всего книг из листа топ-50, выпущенные издательствами АСТ, Бомбора, Эксмо, Альпина и Азбука. В пятерку самых популярных книг вошли Несы Джен Сенсера, в которые автор делится методиками саморазвития. Подсознание может все Джона Кеха. Автор этой книги считает, что мысли имеют энергию, поэтому они должны быть четко сформулированы, а не бродить, как попало в голове. Книга по психологии и тонкой искусству пофигизма Марка Мэнсона. Роман Фредерика Бакмана «Тревожные люди». Мы уже сегодня говорили об этой книге. Книга «Радикальное прощение» Колина Типпинга, в которой описана духовная технология исцеления взаимоотношений, избавлению от гнева и умению находить взаимопонимание в любой ситуации. А главные бестселлеры художественной литературы «Тревожные люди Бакмана», «Трансгуманизм» Виктора Пелевина и «Манго о Наруто». В пятерку наиболее популярных аудиокниг вошли «Подсознание может все» Джона Кехо, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки, «Сапиенс», «Краткая история человечества» Юваль Ной Харари, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Несы» Дженсен Сера. Итоги подвели, а теперь поговорим немножко о планах издательств. В Эксмо запланирован выход нового романа «Зверобой» Ксении Буржской, сборник рассказов от первого лица Харуки Мураками, книга лауреата Букеровской премии 2021 года Деймона Голгута «Роман-обещание», книги Якова Ольги Токарчук, дебютный роман космонавта Криса Хэтвилда. В Альпине Нонфикшн выйдет новая книга Стивена Пинкера «Рациональность. Что это такое? Почему кажется редким явлением и почему дорогого стоит? А в подразделении Альпина Проза готовят новые романы Рагима Джафарова и Ислама Ханипаева. В издательстве «Иностранка» Азбуки Атикус опубликуют новый роман турецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Архана Памука. В издательстве «Лайфбук» готовят серию книг переосмысления всех известных мифов от Маргарет Этвуд. Роман «Али Смит. Девушка встречает парня». Классику феминизма. Роман «Жена» Мэг Вуллицер. А в издательстве «Синбад» планируют выпустить новый роман Салли Руни «Прекрасный мир. Где же ты?» Победители Фредерика Бакмана и новую книгу Юваль Ной Харари. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал Литература Today, чтобы следить за актуальными новостями книжного мира, а также на нас в социальных сетях. Делитесь в комментариях, какими книгами запомнится вам уходящий год и каких произведений будете особенно ждать в новом году.